Высокий риск, высокая награда. Украина готова продать госкомпании для укрепления экономики. Украина готовится продать крупные государственные компании, чтобы укрепить бюджет и покончить с посткоммунистическим наследием коррупции и неэффективного управления. Об этом рассказал глава фонда госимущества, Рустам Умеров, пишет РБК Украина со ссылкой на Блумборг. Украина ищет инвесторов, достаточно смелых, чтобы сделать ставку на то, что она сможет отразить российское вторжение, с помощью простого предложения, высокий риск может предложить высокое вознаграждение, пишет издание. Если законодатели согласуют изменения на сессии, которая состоится в начале мая, Киев сможет заработать, не менее 400 миллионов долларов в лучшем случае, продав предприятие. Еще 190 миллионов долларов, может принести аренда сельскохозяйственных земель. Есть развивающиеся рынки, и есть рынок чрезвычайных ситуаций, и как рынок чрезвычайных ситуаций мы являемся единственным, в своем роде, рассказал Умеров. Отмечается, что Украина должна финансировать свои военные усилия, и держать на плаву институты. В частности, вливание капитала, и обновление менеджмента в государственных компаниях, могут помочь оживить экономику. Если мы не продадим их в этом году, то в следующем году их единственной ценностью будет недвижимость, а еще через год, только земля, на которой они стоят, говорит Умеров. Украина ожидает получить, 6 миллиардов гривен от продажи компании, в этом году. Умеров, со своей стороны, утверждает, что наша страна потенциально может получить, в 4 раза больше, если планы по продаже и лизингу будут реализованы. Это будет зависеть от законодателей, которые должны, сначала одобрить законодательство, о возобновлении приватизации крупных компаний, и позволить фонду консолидировать государственные и сельскохозяйственные земли, которые могут быть сданы в аренду. При этом законодатели делятся на две игры, те кто поддерживает продажу, и те кто этого не желает. Если парламент протолкнет законы, как ожидают Умеров и его коллеги из фонда, компании, среди которых производитель Аммиака Одесский припортовый завод, производитель Титана Юнайтед Майнинг, и запорожский Титана Магниевый комбинат, производитель Инсулина Индар, и энергогенерирующая компания ПАО Центр Энерго, должны начать продажу не позднее третьего квартала, добавляет издание. Если же парламент не протолкнет законы, альтернативой будет переход к созданию совместных предприятий, с другими государственными компаниями, что поможет уменьшить нагрузку на госфинансы. Другим источником потенциальных поступлений, является конфискация компаний, которые связаны с Россией в Украине. «Большинство инвесторов, с которыми я общался, это корпоративные и институциональные инвесторы, сказали, что для них украинский рынок совсем не привлекателен. Но с точки зрения справедливости, с точки зрения желания поддержать Украину, это так», — добавил Умеров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин